Благодаря новым технологиям сегодня прославиться может практически каждый. И если раньше стартовой площадкой для блогеров служил YouTube, то сегодня особым интересом у людей пользуется Instagram. Очередное занятие Клуба Блогеров в Центральной Библиотеке было посвящено введению на этой площадке прямых эфиров. Прямые эфиры в Instagram стали неотъемлемой частью и продвижения, и вообще активности, деятельности на своей страничке. В общем, я вас хочу спросить, проводили ли вы когда-либо прямые эфиры? В российском Instagram эта функция начала работать около четырех лет назад. Однако большинство участников встречи ни разу ее не использовали. И действительно, к прямым эфирам нужна особая подготовка. Красивый внешний вид, общий сценарий онлайн-встречи с подписчиками и ее анонсы. В период карантина мы все общались в интернете. И, конечно же, освоить и правильно наладить эту систему было очень важно. Поэтому уметь нужно. Уже, конечно, право каждого в интернете проводить время, либо лично встречаться, с кем-то общаться. Но уметь и владеть этим тоже важно. У Клуба нет возрастных ограничений. Его спикеры замечают, главное здесь – желание развиваться. Писатель Виктор Гришаев присоединился к занятиям два месяца назад, чтобы узнать, как продвигать в интернете свои произведения. Успехам член Клуба искренне рад. Нашему поколению сложнее вникать во все эти новые технологии. Поэтому, конечно, мне многое что-то дало. Например, у меня уже по статистике, вот как я только выкладку сделаю, в статистике у меня сразу же в день отправлю этот самолетик. У меня в рождении где-то больше ста этих просмотров. Уметь преподнести себя в интернете сегодня не менее важно, чем в реальной жизни. Как грамотно это сделать, рассказывают в Клубе блогеров. Следующее занятие в Центральной библиотеке состоится 28 сентября в 12.00. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно этого.